стульчик всем привет в общем я уже дверь закрыл короче у нас сегодня предрасполагается температура наверно 30 мы собрались и очень за волгу на участок я уговорила сашу взять меня с собой потому что я очень прям мне хочется очень куда-то ездить и не могу постоянно дома сидеть и ничего не видеть хотя бы один раз но еще два раза хотя бы съездить до того как рожу рожу и окажется следующем месяце представляете почему в шоке я ничего понять не могу все мы поехали не знаю мне кажется не прям такой большой живот но место там уже маловато а я такая же без мясная мышцы собираемся очень долго мы вдвоем у нас полный багажник жрачки куда одежды я не знаю чё там вообще боюсь представить что будет когда есть с ребенком нам придется все-таки прицеп покупать и в прицепе возить какую-то еще фигню не понимаю зачем мы в общем все это берем короче машина завелась что теперь ничего не слышно будет зато в машине пахнет как тысячи 999 мы с дедом ездили за грибами на запорожье вот такой сам из 1999 кстати если мы тот же поселок куда мы переезжаем за грибами мы всегда туда ездим едем очень медленно из-за меня потому что мне неприятно в общем ну сами понимаете корни ночью наша машина она вообще нормально ничего не может переехать уже здесь вот такие вот корни на дороге и когда по ним едешь кажется что я рожу прямо сейчас поэтому мы едем очень медленно вот саша очень не хотел меня брать с собой я сгорел пока мы ехали но я просто напросилась потому что я не знаю может быть я вообще там до конца июля или до начала августа вообще сюда не приеду возможно и мне ну а у нас еще и лошади скоро приедут поэтому мне очень хотелось приехать это стал вылезать для нас получается а свет нам до сих пор так и не провели звоним каждую неделю вот саш я тебе говорю вот отсюда надо вот так вот взять толкнуть а ну или оттуда до толкнуть трактором или чем потому что тут тоже будет сырость мне кажется потому что вот отсюда мы заезжаем но это очень неудобно здесь ямы туда-сюда а тут вот и вот так вот раз и все песок антошель косить комарет много мы приехали очень косить после как покосим надо обрабатывать комаров при въезде такая береза красивая и ивы ой там вообще сенокос делать походу нам а слеп не летают да ведь слеп не они потом травах хорошая мы приехали покосить а саша говорит что не так здесь и густо теперь ну как казалось или кто-то зашел у нас там дверьки нет еще и пожрал я конечно переживаю как они будут жить в таком вот маленьком ну как нормально так то для даже пост по госту есть же гост по содержанию лошади тут хватает им места но как бы не работают сейчас лучше как-нибудь то переживем переживаю все равно потому что они сразу же у нас не прямо сейчас будет левада через дорогу ну то есть там у них 60 соток они там огородить и будут носиться хотя бы сначала какую-то часть огородить ничего так выглядит даже мощно я бы сказала так кто спрашивает комаров нам сказали комары вечером сейчас только тут появляются но я думаю они будут ну достаточно будет много потому что горы участок не обжитой и вот трава еще там считаю низинкой здесь лес мы все не обжитая будет комары нам надо комаров обработать не сегодня но мы обработаем слеп не откуда здесь лес трава опять же ну и у нас тоже в жару слеп не на нашем участке вот мы взяли все что нужно чтобы сделать ловушки для слепней покажем вам делаем ловушки вот ну и в любом случае придется это потерпеть как бы что лес что поле конечно в поле комаров там может меньше слепней лесу чуть больше но до конца июля в любом случае это все будет покажу как это выглядит здесь дверь должна быть вот смотрите некоторые вот всю жизнь живут в таком пространстве наши потерпит тоже вот сейчас пока на несколько дней все остановилась у нас потому что вам надо в общем доски заказывать тоже все денег стоит заработать вот тут выход специально мы так сделали куда а вот вот так вот смотрите открывается здесь естественно уборка нужно так вот здесь еще место есть то есть не до самого конца и вот отсюда может или лошадь выйти или саша сделает такой проход тачку можно там вывести еще что-то вот это я говорила это рубили электрики здесь тоже будет дверь чтобы сюда естественно не заходили ни коровы ничего потому что у нас будет сено какие коровы потому что тут козы коровы ходят вот такой красивый вид открывается но я вам уже говорила вот эти деревья были штаны надо здесь вот эти деревья все останутся а все что внутри лошади сидят в общем красиво я чё-то как-то зашла в комментарии я на самом деле комментарии читаю очень редко обычно читаю в группе в нашей вот там все вот такие сидят наши группе и в телеграме тоже а на ю тубе там конечно всякое может быть в общем я прочитала такое типа мы строимся в лесу и нет у нас ни кадастрового ничего участка типа мы творим беззаконие и прочее прочее так строится нельзя ни в коем случае там вы чё делаете мне хочется людям сказать вы вообще что ли я не знаю с ума что ли посходили здесь деревня товарищи здесь населенный пункт здесь люди прописывают это деревня 20 километров на 25 скажу от города и то что здесь вокруг лес не значит что мы в тайге здесь есть электричество здесь есть центральный водопровод здесь люди живут уже очень давно здесь есть мусорка здесь приезжает мусоровоз вот она стоит так что дорогие эти кто вообще сходит с ума и говорит что мы что-то здесь делаем незаконно вы чё вообще что лючо говорите нас обычный участок лпх разрешены для содержания животных для строительства дома для прописки и мы находимся в населенном пункте нас окружает зона рекреаций а где-то там где-то там уже начинается лесной фонд который естественно никто не трогает вы чё кто нам разрешит в тайге в какой-то строится вы чё говорите конечно у нас есть и кадастровый номер все у нас есть а как по вашему мы купили участок без кадастровый номер товарищи вы откуда если вы из россии то в россии в росреестре и в мфц проходят только те участки которые имеют свой номер кадастровый поэтому короче я в шоке и там ни один такой был комментарий так что товарищи вот так не шутите пожалуйста это кто-то еще поверит может быть у вас ну не как сказать не привычно вот видеть то что есть лес просто вот мы живем у нас тут чуваши марил у нас очень много лесов очень много полей у нас очень красивая природа и в чуваши и в марил вот очень много озер и на основании там внутри этих полей и лесов находится деревне вот 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 это вот деревня где мы сейчас это в марил а проедь получается сколько километров десять до а нет больше это уже чувашская деревне вот уже город по сути короче все вы все поняли про участок вообще нельзя шутить с участками и с незаконным с незаконными какими-то постройками мы люди все-таки взрослые тоже что я вообще была в общем возмущена так в какой бы день мы не приехали здесь всегда солнечно всегда солнечно вот прям вот на этом участке прям такое я думаю это потому что у нас здесь нету ничего поэтому вот я уже говорил вот здесь вот я хочу огород вот тут деревья плодовые посадим будете мне советовать что как делать это осенью уже вот я естественно ничего делать кроме как болтать не буду меня снимать будешь какие работы дома вот здесь вот хотели передумали из-за того что здесь вода ну как ее подземная вода или чё там вот все нам сказали местные говорит сделать лучше колодец и будет вам вообще круто все поэтому дом перемещается вот вот тут вот песок уже возвышенность здесь уже воды нет вот здесь где-то вот кто-то про забор писал не знаю по мне так забор еще выше надо было делать мы слишком низкий сделали заботу извините пожалуйста а тут вообще он все видно еще раз скажу для чего мы решили спаси мы собираемся обработать часто как комаров вот вообще-то можно сдаваться все площадей на я прочь я переживаю что они могут здесь сломать что-то с непривычки или еще что-то я не буду это контролировать они будут находиться только там неплохая такая получится здесь крепил к вот здесь вот я вообще хочу можжевельники посадить а вот здесь вот засыпать песочком и сделать такую красивую дорожку вот такая вот здесь чтобы была дорожка дай бог лошади потом перейдут туда а здесь не знаю что будет даже ой ребята мне вообще тут так нравится прям вообще я даже удивляюсь что этот интересно что у нас малыш решил появиться именно вот в это время ну то есть интересного то что мы участок взяли сразу же узнали потом что у нас будет ребенок очень мне нравится здесь прям я не хочу отсюда уходить не знаю может быть у нас родится как лесник егеря печете знаю в общем так слеп не налетели мы решили перекусить пока в таких условиях термосе красивый синий термосе чай со смородиной а здесь у меня запрятана так это мне кружечка потому что в термосе одна кружечка шоколадки да шоколадки ничего нормально не растаяли так это сахар потому что я в термос сахар места класть яички как обычно наши и бутеры это перекус я уже проголодалась смородины и турецкий чай все положу что на один не положил комочки перед чем приехали желтенько перекусили и уехали и поедем обратно не надо ради меня чисто все и мы сейчас распределить просто мы спорим по поводу нахождение всяких строений здесь на участке я не понимаю потому что у меня здесь давно не было и поэтому сейчас определимся где у нас дом будет стоять чтобы потом когда я его поставлю мне не пришлось его переставлять в другое место просто не хочется чтобы я нервничала я нервничала потому что я ничего не понимаю еще и такая идея появилась кстати может вы более умнее идею подскажете приобрести железный гараж потому что у нас техники инструментов много посмотрели вчера на авито цены разные там от 20 до 50 тысяч эти железные старые гаражи стоит и кто не знаю кто содержал свой железный гараж напишите стоит ли его брать сейчас вот старый может они все прогнившие я не знаю или таких цен вообще за 20 тысяч ничего нету поэтому или может лучше что-то другое сделать или купить приобрести построить в общем свои идеи накидайте тоже в комментариях мы рассмотрим потому что техники говорю инструментов много а хранить нам на голом участке негде пока дом строится потом конечно коробка возведется внутри дома можно это хранить но а потом то надо из дома это все вытаскивать куда-то опять класть короче плюс железный гараж можно под замок и спокойно здесь камера у нас будет железный гараж в общем собака лошади так что вот так вот так что напишите кто что знает по этому поводу все понятно вкусно очень дорогие друзья хотел с вами поделиться нашим новым приобретением от компании арктика вот это термос и для воды горячей там для чая для напитков для еды вот это термос и получать с широким горлышком сразу тут есть чашка крышка вот широкая горлышко еда остается горячая я уже не первый раз их использую и теперь вот с вами решил поделиться мы взяли получается один термос для горячей воды сейчас уже час дня я в 7 утра налил горячую воду и вода до сих пор горячая в этом термосе сюда я положил горячую еду и еда до сих пор горячая этот термос мы взяли для меня большой для еды поменьше такой оранжевый взяли для леры тоже с широким горлышком он немножко поменьше но здесь есть бонус эта ложка в моем нету ложки а в этой есть ложечка очень удобная такая складная ложечка я сейчас только что ей кушал крепкая довольно таки уже многое на себе испытала и удобно раскладывается и обратно удобно в общем собирается и вот здесь вот хранится так вот хоп и все никуда не выпадает держится так далее открываем смотрите все отлично такая вот в общем шикарные термосы теперь всегда горячая вода горячая еда будет всегда с собой и еще плюсом это мы немножко тоже смотрите еще мы взяли сумку это у нас термосумка сюда можно класть также еду уже я не знаю в контейнерах там а также можно сюда класть например шашлык мясо замороженное охлажденное и так далее чтобы она не испортилась в такую жару здесь она будет надежно в этой термосумке в общем хранится здесь тоже мы взяли два отсека два отсека нижний отсек он более такой получается квадратный и куда можно класть контейнеры там еще что то в общем удобно и верхний отсек вот такой вот ну в общем мы взяли вот такую дополнительную термосумку чтобы таскать с собой продукты они не портились вот хотел с вами поделиться потому что уже не первый раз используем постоянно их берем с собой в общем ссылку оставлю в описании под видео переходите заказывайте если вам что-то будет интересно но мы продолжаем вот в этой канавке покосить такая растительная гипстая мы решили что скорее всего в этой канале мы не будем в общем обрабатывать хотя там но макровата было сейчас сухо потому что вдруг мы хотим сделать маленький все-таки прудик чтобы осушить вот эту траншею и там маленький будет прудик но вдруг там рыбу или там лошади набрать в дёрку но в общем на всякий пожарный потому что все такие химикаты и они как бы останутся и можно кого-нибудь отравить вот но чтобы уменьшить численность все равно этих комаров надо все равно косить потому что опять же все раз говорю участок был без дома без ничего здесь этих комаров муравьев слизней много больше чем там обжитого участка естественно короче у нас будет ловушка от оводов вы наверно такое видели в интернете если не видели вот вам понадобится такой мяч потом понадобится обруч вместо обруча вот саша сделает вот эту вот господи я уже ничего не пойму даже даже слов не могу запомнить палки как это называется что вот эта железная проволока господи ты прям сильно это необязательно прыгать же надо на этом подойдет наверно просто сдуется еще может потом еще краска понадобится черного потом полиэтилен так бутылки вот 5 литровая бутылка еще там какая-то бутылка и вроде бы все и сейчас мы соберем ловушку вот такую мы взяли краску видимо на самый дешевый мяч стоит 300 рублей обязательно его нужно в черный цвет для того чтобы в общем оводы будут думать что это нормально в общем обязательно нужно чтобы он был черный обязательно с той стороны что-то с ту сторону от украски она смотри не разойдется почему он так расходится может два слоя я пойду отсюда смысл том что вот этот мячик нужно обязательно покрасить черным не синий другой цвет только черный так в общем переоделись мы я уже устала все этим по делам и домой пока смотрели где будет дом стоять не чуть плохо не стало в общем я себе представляла видимо что дом у нас будет узкий как спичечный коробок вот но оказалось что нет он не такой уж и узкий вот я не знаю как люди ставят дом на 300 квадратов но это точно не про меня я такое ощущение люблю нас нам такого дома никогда не будет зачем нам такой дом громоздкий то есть наш дом для меня такой громоздкий шумячь удар не хватил я думала что он в общем маленький а он не маленький оказался носит это к детским языком сказать измеряли мы все все что я успокоилась слава богу что мы хотя бы можем поставить дом я не знаю подумал о детях в африке в индии них нет воды еды и дома а у нас есть возможность вот я так подумал так что благодарю кого-нибудь за за у него смысле а кто-то там за то что у нас есть возможность хотя бы спорить о том где поставить дом потому что это прекрасно наверное когда нет возможности когда не с кем спорить когда нет возможности построить дом который ты хочешь дом там где ты хочешь это все очень прискорбенно вот у нас есть с кем поспорить о чем и так далее вот а мы поедем давайте пока увидимся